Добрый день 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 И опять-таки хочу сказать про Бладка Ильича Юханова, что у него есть такое, вы знаете, что он дает шанс любому человеку. То есть профессионалу, артисту, он дает шанс попробовать. А вот уже покажите и докажите, что вы умеете. Это уже зависит от самого артиста балета. Многие не выдерживают, потому что у нас работа тяжелая от других театров. Мы все-таки гастрольный коллектив, мы очень часто гастролируем, выезжаем ежемесячно. У нас насыщенный график, очень-то сложно. Поэтому многие-многие не выдерживают. А многие, наоборот, находят себя здесь и уже считают это своим родным домом. Блад Газельевич тоже будет блистать на сцене? Блад Газельевич, он будет блистать, но в другом жанре. Он будет выходить и общаться с публикой, потому что, насколько я замечаю, всегда стою за кулисами, как люди ждут его, общение с ним, как они желают его видеть, поговорить, пообщаться. Поэтому у нас сцени будет блистать, да, конечно, как всегда. В каком амплуа? Увидятся зрители сами сегодня. Гульфида, 30 лет вы работаете с Булатом Газельевичем. Какие времена вам больше всего нравятся? Вы знаете, каждое время по-своему хорошо. Я не могу сказать, что было раньше лучше, или сейчас лучше, или хуже. Нет, в каждом времени есть что-то свое хорошее. В то время, конечно, для меня это ностальгия, потому что я танцевала на сцене, я была в теме, я была молода, я была артисткой балета, я училась очень много, Булата Газельевича очень много познавала. Он ставил спектакль, я очень этим даже горжусь, могу сказать об этом, что он ставил спектакль лично на меня, это большая гордость, это надо заслужить, не каждому это было дано, поэтому я очень благодарна ему за это. Сейчас время наступило другое, но я не скажу, что плохое, потому что я перешла в другую стезю, то есть стезю уже преподавателя. Тот опыт, который я накопила, то мастерство, которое у меня есть, я могу передавать с большим удовольствием и радостью нашим молодым артистам. Гульфида, на ваш взгляд, вот в России говорят балет, и тут же ассоциация Волочкова, у нас говорят балет, тут же ассоциация была Таюханов. Ваши отношения? Ваше мнение? Знаете, конечно, всегда, я понимаю всех, почему-то очень, если встречаются и говорят, что, ах, вы балерина, значит, а вот как вам Волочкова? Такой вопрос это звучит. Это, конечно, Анастасия Волочкова, я считаю, что она балерина, конечно, да, просто она из большого балета перешла в другую стезю, то есть в шоу. Это, по-своему, тоже имеет место быть, это неплохо, если человек там нашел свое место и прекрасно это делает, и мы только это, мы рады, и это есть тоже своя полка, для этого есть свой зритель. Что сказать про Волочкова, она хорошая балерина, она закончила, закончить Вагановскую академию в Санкт-Петербурге с дипломом отличия, это надо быть действительно хорошим артистом, балетом, хорошим, да, выпускником этой школы. А то, что Булат Газиш ассоциируется у нас с балетным, вообще с балетом, я с полной ответственно скажу, да, конечно. Булат Газиш – это, можно сказать, единственный, это целый пласт, это целый культурный пласт, это эпоха, да. Это эпоха, да. Конечно, именно в балетном искусстве, потому что именно он впервые стал делать синтез классического балета с национальной темой, то есть он поставил балет «Кожбек» на пуанты, понимаете, он поставил очень много казахских номеров на музыку казахских композиторов именно в классическом варианте. Это тоже уже имеет место в культуре, это большой пласт, как я уже повторяюсь, говорила, и это эпоха, это мэтр. Бульфина, охота наверняка, когда идут такие прекрасные постановки, видеть в числе зрителей, тех, от кого какие-то административные вопросы зависят, чиновников, часто посещают? Посещают, конечно, ну я не могу сказать, часто или нет, потому что я не отслеживаю этот момент, но посещают, посещают, и, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки наши чиновники чуть-чуть побольше повернули голову в нашу сторону, где-то, может быть, протянули какую-то руку помощи, потому что, да, нужна балету, нашему искусству, нужна, конечно, финансовая поддержка обязательно. Балет «Свюю жизнь» был на поддержке спонсоров и меценатов. Да, это такое искусство, оно требует немножко поддержки, потому что мы, помимо того, что мы ставим спектакль, у нас хочется, чтобы это было все красиво выглядело, это должен быть шикарный красивый костюм. Хотелось бы, чтобы мы выступали на хороших площадках, и для этого имелось все, хороший пол, хорошее освещение. В любом городе мы приезжаем, смотрим в театрах, выступаем, да, видно, не хватает световых приборов, не хватает хорошей сцены, площадки, не бывает даже, не бывает занавеса, каких-то элементарных кулис. Все это, естественно, немножко негативно влияет на наши выступления, на наш спектакль, потому что все это должно быть вкупе, все это должно быть вместе, когда-то будет красота. Ну, пожелаем тогда вам побольше телезрителей, в том числе и за армии чиновников. Будем прищаться на этом с телезрителями, уважаемые, уважаемые наши телеаудитории. Не пропустите три прекрасных вечера с театром танца под управлением Булата Аюхановым. С вами были Акмар Алмайкозова, а также Гульфида Гафурова, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Спасибо за интервью. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за нашу студию. Сейчас реклама, после которой Лунар Бекбусин вознакомит вас с новостями на казахском языке. Лунар Бекбусин.